Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 23 августа, пятница. В студии Татьяна Лунина. Доброе утро, дорогие друзья. Ульяновске определены победители проекта «Народный бюджет». Жители предложили идеи по благоустройству и другим важным вопросам местного значения. Сегодня на эту тему мы поговорим с председателем Ульяновской общественной палаты Марией Большаковой. Мария Григорьевна, жители с каждым годом все активнее участвуют в проекте «Народный бюджет». Если в 2015 году было представлено заявок 60, то уже в 2019 году уже представлено более 800. Рассчитывается более 100 уже этими единицами. Почему? Надо сказать, что действительно народный бюджет, во-первых, он предусматривает что? Он прежде всего предусматривает формирование. И задумался он вообще-то для того, чтобы формировать городское сообщество, чтобы поднять инициативу наших жителей города. И не только жителей города, но и всех общественных объединений, чтобы люди могли участвовать вот в этом. И не только участвовать, и говорить о тех проблемах, которые их волнуют на сегодня, но и повлиять на эти проблемы. Больше всего, конечно, в основном, это касается благоустройства города, своих дворовых территорий. Вот за этот период, за течение пяти лет, значит, было благоустроено 14 скверов и парков. Это только вот что касается благоустройства. Мы не учитываем уже те проекты, которые были выиграны вот только что на той неделе. Это новые уже проекты. Значит, а если говорить о... А здесь все... Здесь и касается и школ, и отдыха детей. Здесь касается и старшее поколение, или как по-другому мы сегодня говорим, создание условий для отдыха, для серебряного возраста. Эта инициатива идет от граждан или общественных организаций? Это у нас идет лично от инициативы от граждан. Вот в этом году мы пошли по другому немножко пути. Если раньше инициатива граждан сразу шла на экспертную комиссию, то в этом году вначале рассматривается на окружных палатах, а потом окружные палаты у нас созданы в каждом районе. Они их рассматривают, считают, что нужно, что это необходимо. А затем они уже обращаются к нам в экспертную комиссию, и мы уже до конца рассматриваем. То есть прежде чем получить грант, проект должен пройти несколько этапов? Это и правильно. Потому что были такие ранее у нас проекты, на которые не проходили, но экспертная комиссия их просто не отбирала. Но и они обижались. Почему? А когда уже первичное звено рассмотрят, и они уже увидят, что нужно им в этом микрорайоне, необходимо, какой проект лучше подать. Тоже подают несколько. И кого бы лучше в первую очередь, второй, третий, они уже там смотрят. И только потом они уже обращаются к нам. Я считаю, это очень правильный подход. Существенно, как Вы сказали, увеличилось количество проектов и выдаваемых грантов. Денег хватает? Если говорить о тех проектах, которые начаты были с 2015 года и по 2018, то на эти цели выделялось из бюджета города 15 миллионов рублей. И эти средства закладывались, конечно, в бюджет. И есть отдельная такая строка в бюджете, где написано, народный бюджет выделить 15 миллионов рублей. Но в связи с тем, что в этом году у нас увеличилось количество заявок, и спрос на это дело стал более активным, то было решено выделить еще 15 миллионов. Таким образом, 30 миллионов, то есть в два раза больше, что было до этого. Я надеюсь на то, что на будущий год должно быть еще побольше. Почему? Потому что желающего очень много. Многие есть такие проекты, есть такие проекты, которые бы нежелательно их оставлять, а притворять в жизни. Мария Григорьевна, назовите, пожалуйста, проекты, которые победили. Реконструкция помещений. Вот есть на улице Тельмана многофункциональный центр для детей и подростков. Он очень необходим. Он сейчас находится в таком состоянии, где требует капитальный ремонт, оснащение. Конечно, требует больших средств. Ну, не 30 миллионов, естественно, а меньше. Но вот этот центр в этот вошел. Следующий у нас идет. Сквер Династия. Это для пенсионеров. Вот. Это будет у нас на улице Самарской. То есть это будет у нас в Засвияжском районе. Теперь благоустройство сквера Олимпийский. Микрорайон Верхняя Терраса. Видите, разные районы города получился. Это так сопало. И следующий у нас идет, я считаю, это очень важно. Мы каждый год выделяем средства из народного бюджета. Они выигрывают. Есть у нас такой многодетный отец с шестерыми детьми, у которого, да, и он всегда этот вопрос ставит. Он болеет за наше дошкольное учреждение, а у нас не везде благополучно с нашими прогулочными площадками. И мы в том году выделяли из народного бюджета, позапрошим, и в этом году идет на благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях. Сумма довольно приличная. Почти более 7 миллионов рублей. Очень считаем необходимым, нужным – это концертный зал под открытым небом на улице Камышинской. Свяжие – это очень необходимо. Там, потому что у нас, сами знаете, пока не таких веселительных мероприятий. То есть, учреждений нет, а это поможет в какой-то степени какую-то проблему с ним. Еще я считаю, что это правильно, и им это повезло, что они тоже выиграли. Это оснащение материально-технической базы, МБУ, детскую спортивную школу номер 4. Это в основном спортивным, их техническим инвентарем, который им очень необходим. И для проведения гимнастических, тоже снаряды, которые нужны. Но все уже ветхое стало, поэтому они, эта сумма тоже приличная, будет где-то в пределах 5 миллионов. Еще одну тему затронем. В Ульяновске ремонтируют дороги. Общественная палата участвует в контроле за работами. Только как создали общественную палату, и первым, что мы пошли сделать контроль и проводить общественный мониторинг, это по дорогам. Да, это первые с 15, 15, 16, 17, 18 вот эти годы. У нас есть комиссия специальная, жилищно-коммунальная. Возглавляет у нас ее молодой, очень инициативный, Евгений Урусов. Он работает у нас на водоканале. Человек очень знающий, опытный. Такой очень, можно сказать, дерзкий. Делает и замечания, причем ему уже никто не возражает. Он как специалист в этих делах разбирается. И он, конечно, со своей комиссией уже проверили многие дороги не раз. Вот могу сказать, привести такой пример. По улице Радищева. Помните, был такой период, когда в 16-м году эту дорогу заасфальтировали, а на следующую весну она поплыла. Ее не приняли. Когда ее сдавали, мы ее не приняли. Мы не дали согласия. И я вам скажу, мы добились, чтобы эту дорогу все-таки... Переделали. Да. Дали вот такой вопрос. Это было по улице Карла Маркса. Ее сделали, эту дорогу. Мы ее тоже не принимали. Много было замечаний. И сказали, если вы не сделаете, мы, значит, принимать не будем. Но получилось так, что здесь наступила зима, и пришлось отступить. Но весну все-таки дождались. И когда начали ее ремонтировать, посмотрели, каков будет асфальт, качество его, мы просто-напросто... А у нас специалисты есть по этому вопросу. Потому что мы там не одни работаем, мы же привлекаем еще и специалистов в нашу комиссию. Они говорят, такой асфальт не пойдет. Он, говорит, у вас через два месяца поползет. А второй раз уже дорогу сделали по Карлу Марксу, которая должна быть. То есть я просто такие вот привожу примеры. Так что участие в контрольной деятельности наших дорог, и мы мониторим их, очень активные. И продолжаем. Вот сейчас, я уже, вы правильно сказали, идет очень активная работа по ремонту, даже и строительству есть дорог. Мы постоянно там. Спасибо. Моей собеседницей была председатель городской общественной палаты Мария Большакова. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» «Будни». Факты, события, комментарии. Статистика показывает, что соблюдение права на жилище является одной из наиболее актуальных проблем в России. Конституционная норма предполагает, что основной формой обеспечения права на жилище является поощрение жилищного строительства, а бесплатное предоставление жилья по договору социального найма является уже не основным, а альтернативным способом, направленным на поддержку малоимущих. Реалии современной России развития свободных экономических отношений, наличие рынка жилья позволяют гражданам самостоятельно решать свои жилищные вопросы. Одной из распространенных форм такого решения является долевое участие граждан в жилищном строительстве за счет собственных средств. Однако в данной сфере имеется множество проблем. Пока приходится констатировать, что граждане вкладывают свои средства с весьма высоким риском. Частые случаи обмана дольщиков недобросовестными инвесторами не только грубо нарушают законные права и интересы граждан, но и дискредитируют целым систему долевого участия граждан в строительстве, препятствуют ее развитию, что в итоге выражается в росте цен на недвижимость. Такая проблема существует и в нашем регионе. Тему недостроя мы сегодня обсудим с руководителем областного фонда содействия пострадавшим участникам долевого строительства Дмитрием Плохих. Вопрос недостроев, он сегодня действительно существует и эти недострои, ну скажем так, портят всю статистику отрасли, потому что нужны не просто строящиеся объекты, а нужны объекты, которые введены в эксплуатацию. То есть огромный минус в сфере строительства – это недострой. Для того, чтобы это не было и для того, чтобы системно решить эту проблему, был создан вот по инициативе губернатора в прошлом году в декабре такой фонд. С января мы начали работать и была поставлена задача для того, чтобы функционал нашего фонда заработал в полную силу, создать фонд как отдельное юридическое лицо, обособленное юридическое лицо. И задача ставилась к 1 июля такой фонд создать. Вот сейчас мы этим занимаемся и шла параллельная работа по созданию фонда и так получилось, что параллельно вносит сейчас изменения в 214-й закон, закон о долевом участии в строительстве, где отдельной строкой прописывается деятельность фондов, субъектов федерации. И фонд скоро получит юридический статус. Да, мы как раз вписываемся вот в те задачи, которые поставлены в 214-м ФЗ, то есть, чтобы у нас были функции застройщика и мы могли согласно действующего законодательства и тех нормативов, которые прописаны в 214-м ФЗ, достраивать проблемные объекты, если застройщик с ними не справился, или он находится в процедуре банкротства, или просто не хватает, скажем так, финансовых средств. Расскажите немного о переходе на проектное финансирование. Что это за реформа? Она перекликается с тем, о чем мы сейчас говорили? Она перекликается с точки зрения, что такая реформа, она позволит предотвратить такое понятие, как обманутые дольщики, потому что переход на проектное финансирование с искровыми счетами позволит достраивать объекты, независимо от того, есть дольщики или нет дольщиков. Поэтому их может не быть 100%, квартиры могут не 100% быть проданы, но тех дольщиков, которые приобрели уже жилье, их это не сильно беспокоить должно, потому что они не должны зависеть от того, продал все квартиры застройщик или не продал, объект должен быть введен в срок. А так как в основном строительство велось на деньги дольщиков, не у всех застройщиков была возможность закончить срок и переносили сроки ввода объекта. А вот эта система из крово-счетов и она вводится федеральным законодательством и с 1 июля на нее будут обязаны перейти все застройщики, она позволит объекты строить независимо от того, сколько дольщиков на этом объекте существует. И долгостроев быть по этой системе просто не может. То есть дольщик отдает свои деньги в банк, тот в свою очередь дает заем застройщику и после завершения строительства с ним рассчитывается. Да, вы практически правильно описали эту систему, как она будет устроена. То есть те деньги, которые дольщик вносил на расчетный счет застройщика, они будут поступать на специальный скроу-счет. Там они будут храниться до момента ввода объекта в эксплуатацию, а после момента ввода в эксплуатацию так называемого раскрытия счетов произойдет, и застройщик этими деньгами расплатится с банком, с тем кредитом, который он привлекал, а те деньги, которые останутся после выплаты процентов и кредитов, останутся в прибыли у застройщика. Если произойдет такая ситуация, что объект не будет достроен, хотя, ну, в принципе, при проектном финансировании оценивается все риски проекта и сумма кредитования, она предусмотрена на весь период кредитования. Есть, возникают такие вопросы. Банков, аккредитованных по искровым счетам, их достаточно много, их несколько десятков, да, а мы знаем, что не все банки бывают устойчивы и бывают проблемы у самих банков. Но, тем не менее, счета, они застрахованы и в случае там проблемы у банка они могут быть переведены в другой банк, который более устойчивый. Здесь дольщики не потеряют ничего. А какие меры поддержки оказывает правительство Ульяновской области пострадавшим гражданам? Здесь у нас, насколько мне известно, давно работает такая вот система, что те обманутые дольщики, у которых нет перспективы получения жилья, а мы знаем, такие есть, да, это еще есть дольщики, которые были участниками строительства Капстроя, их там немного, там порядка 10-15 человек, они получают субсидии из бюджета на приобретение жилья. Такие сертификаты существуют. Законодательно внедрена еще такая инициатива, что можно получить застройщику-инвестору, который вызвался достраивать проблемные объекты, субсидию из областного бюджета до 10% стоимости строительства. Это достаточно приличные деньги, они могут покрыть, вот, скажем так, выпадающие доходы застройщика, который он не получит от продажи квадратных метров на проблемном объекте. Также можно сейчас, недавно, буквально месяц назад, поправки, в закон 100 ЗО вносили, там введена такая поправка, что застройщик может получить еще и земельный участок не только для строительства, не только под жилье, вернее, но и под коммерческие объекты. То есть это была инициатива, скажем так, застройщиков построить любой другой объект, не только жилье, и компенсировать там часть своих затрат, которые он вложил в проблемный дом, чтобы его достроить. Вот такие меры. Вы сказали о статье 214 федерального закона, а что касается регионального законодательства в части поддержки обманутых дольщиков? Здесь вот я говорю о том, что фонд был создан нашим региональным законом, и мы как бы шли параллельно с 214 законом, получилось так, что как бы попали в такой тренд, скажем, по решению этой проблемы обманутых дольщиков. Поэтому их, я думаю, не должно быть на территории Ульяновской области, и фонд как бы принимает в этом непосредственное участие. То есть мы ведем мониторинг тех объектов, которые сегодня строятся, и те, которые поправили к нам в список. Был внесен такой термин потенциально проблемные объекты, потому что проблемный объект, он описан в 560 приказе Министерства строительства Российской Федерации. Наш региональный закон, он позволяет еще такой термин внести потенциально проблемный объект. То есть тот объект, где строительство ведется, но недостаточными темпами, либо переносилось уже неоднократно срок ввода в эксплуатацию, вот к таким объектам тоже у Министерства строительства ведется пристальное внимание за ним. Два объекта введено в эксплуатацию, те, которые переносили сроки, и порядка 6 объектов должно быть введено до 1 сентября. Мы надеемся, что застройщики сроки не сорвут, здесь и не будет очередного переноса. Следим за этой ситуацией. Ведется ли какой-нибудь мониторинг, чтобы не допустить новых проблемных объектов? Прежде всего, вот та система, которую вводят с 1 июля, она позволит новостройки ввести по искровых счетам. Это как бы получается еще одно звено, которое позволит не допустить появления таких объектов на территории Ульяновской области. А те, которые все-таки появились, с учетом того, что 214 закон уже в третьем чтении вот эти поправки приняты, они, скорее всего, попадут в поле зрения нашего фонда и тоже будут достроены. Поэтому, как вот уже неоднократно говорилось о том, что понятие мантового дольщика должно в течение двух-трех лет быть, ну, исчезнуть из нашего обихода, я думаю, что как бы законодатель к этому стремится и такими поправками позволяет таким фондам, это достраивать. Не должно появляться больше такого понятия обманутой дольщики. Спасибо. Проблемы недостроемы обсуждали с руководителем областного фонда содействия пострадавшим участникам долевого строительства Дмитрием Плохих. Вы слушаете Радио России Ульяновск студия Татьяна Лунина. Я приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Сегодня в Ульяновск съезжаются лучшие борцы ветераны дзюдо России. 24-25 августа они продемонстрируют, что силу воли и неизгибаемые истребления к победе способны преодолеть возраст и приобрести боевую мудрость. Сегодня у нас в студии Александр Спиридонов, исполнительный директор Федерации дзюдо Ульяновской области и мастера спорта СССР, вице-президент Федерации Дамир Сыраев и декан факультета физкультуры и реабилитации Ульяновского государственного университета Владимир Вальцев. Александр Геннадьевич, сколько человек будет принимать участие и из каких мест России? Значит, чемпионат России поделок среди ветеранов примет 250 человек из 12 округов Российской Федерации, то есть получается, вся Россия соберется на этих соревнованиях, которые будут отборочными на чемпионат мира среди ветеранов в Марокко, город Маракеш. Эти соревнования регулярно проводятся? Эти соревнования проходят регулярно, но в Ульяновске проводим впервые. Значит, такое знаменательное спортивное событие для нашего города, региона. Да, да. А что касается ульяновцев, кто будет участвовать? У нас будет большая команда, 24 человека, это спортсмены из Ульяновска и Димитровграда. Наши гости в студии тоже, Сыраев Дамир Новарович, вице-президент Федерации дзюдо Ульяновской области, ветеран дзюдо. Вальцев Владимир Владимирович тоже ветеран дзюдо, декан факультета физической культуры и реабилитации. Да, вот тоже участники этого чемпионата России среди ветеранов. Ну и нужно сказать, что дзюдо Ульяновска имеет собственную историю, да? Дзюдо Ульяновска начало развиваться в середине 70-х годов. У нас, по сути, в то время существовало две таких крупных секции спортивных. Это «Динамо» и «Прогресс». «Прогресс» у нас Геннадий Федорович Иванов, основатель самбо дзюдо Ульяновской области, считается. Он до сих пор в строю. Ему на следующий год будем отмечать юбилей. Вот я не буду говорить, какой. Он активно работает, очень прекрасный педагог. К сожалению, сегодня с нами Валерий Николаевич Терешин. Это две школы сильнейшие были, когда мы конкурировали. Это школа «Авангард» и школа «Прогресс». И в Динтрограде дзюдо начинал заниматься Михаил Николаевич Дерябин. Он впоследствии переключился на боевое самбо. Очень много хороших воспитанников у него было, ребят, которые боролись. Из таких фамилий известных я бы назвал. Алексей Малиненков, Вилик Ахмедшин, Валерий Белянин. Ну и Дамил Сараев, который присутствует здесь. Активно боролись, выступали. Очень достойно на всероссийских соревнованиях. Ну и много ребят очень хороших, других было тоже в те годы боролось. Я сам являлся первым участником чемпионата Советского Союза. В 77-м году в Казани проводился, от Ульяновской области отобрался. Боролись активно. Для нас это была как бы жизнь. Это для нас продолжается. И вообще дзюдо лично для меня это дало профессию, потому что я учился в аспиранторе, защищался. Тема научной работы была по дзюдо связана, моделированный взаимодействие дзюдоистов. Общался с такими серьезными легендами советского дзюдо. Это Георгий Саакевич Туманян. Это Якуб Камбалетович Коблев, тренер нашего величайшего дзюдоиста Владимира Незорова. Иван Мячеславович еще был немодельственным моим руководителем в диссертации. Бывший главный тренер сборной Советского Союза во время Московской Олимпиады, когда у нас была. Данил Иран Варыч, в этом году чемпионат среди ветеранов проходит через месяц после чемпионата Европы. Поэтому рассматривается как серьезное коллекционное мероприятие перед чемпионатом мира под дзюдо среди ветеранов. Чемпионат мира, когда он состоится? Состоится в октябре месяце. В Марокко, как Александр Геонидович сказал уже, город Маракеш. Ну вот отборочные, они как являются отборочными на этот чемпионат мира. Уже там определяется состав. Кто-то хочет, поедет. Ну у ульяновских спортсменов есть перспектива поехать туда. Почему? Мы все хотим попасть. Все, кто заявился, хотят попасть. Мы все хотим, верно, не будем загадывать. Будем бороться. А татами покажут, кто насколько способен. Вот сегодня молодежь насколько охотно выбирает такой вид спорта? И почему? Какая причина? Только ли потому, чтобы защитить себя? Я думаю, что это является президентским видом спорта. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, как мы все знаем, дзюдоист, это тоже является немаловажным толчком для развития нашего вида спорта в стране. Ну и вообще тенденция в мире очень такая, что вид спорта дзюдо, он очень развивается полномерно. По числу федераций, которые развивают в мире этот вид спорта, мы только уступаем футболу. То есть получается по массовости. В тех странах, где есть федерация дзюдо, где развивает, культивирует. Вот мы, наш вид спорта на втором месте. И он очень прикладной. Он очень такой вид спорта в плане духовного развития. И подходит группам детей от 5 лет. Люди могут заниматься и 80 лет. Нет предела возраста. Ну сейчас вот там кто-то нам будет возражать, скажет, ну что за духовное развитие при таком, ну в общем-то, жестком виде спорта. Ну я бы хотел сказать, это прежде всего интеллектуальный вид спорта. Человек, который уверен в себе, он становится успешным человеком в жизни. Который, во-первых, воспитывает силу воли, это самое главное, добиваться результата во всех смыслах, и в учебе, и везде. И вообще любой вид спорта от дзюдо, а почему дзюдо, потому что, я еще раз говорю, это очень интеллектуальный, очень хитрый вид спорта, я бы так сказал. То есть нужно думать здесь. Думать очень много головы, нужно думать. Это классический олимпийский вид спорта. Вообще классические виды, чем виды спорта отличаются? Тем, что настоящее отработанное право основания за много лет. Вот конкуренция высочайшая на мировом уровне. Вот как раз дзюдо относится к такому виду спорта. Это олимпийский вид спорта, еще раз подчеркиваю. Ну то есть он с каждым годом все более развивается, более востребован этот вид спорта. Более востребован, да. И, как сказал Александр, это демократичный вид спорта, и могут заниматься все абсолютно. И не смысл в том, чтобы себя защитить. А в первую очередь, мое мнение, это здоровье, это уверенность в себе. Когда человек уверенно здоров, ему не нужно защищать себя. У него так стратегия поведения такая, что не создает никаких конфликтных ситуаций. И вообще высшие японские мастера, они говорят, профессионалы дзюдоисты, и вообще единоборцы говорят, лучше не допустить ситуации, когда это уже интеллект человека. Есть возможность свободно попасть нашим ульяновским детям в секции? Да. Мы очень развиваемся, не стоим на месте. Ульяновская область у нас в шести муниципалитетах развивается. Есть школа дзюдо в городе Димитровграде, в том же Сенгилее. В городе Ульяновске у нас много клубов в каждом районе. Мы захватываем географию. Сейчас молодые тренеры и ребята заканчивают спортивную карьеру, открывают частные клубы. Вот это все можно увидеть на нашем сайте дзюдо-73, где оттворжена полная информация о школах, о тренерах, контакты. Любой желающий, кто захочет попасть в наш вид спорта, а лучше это сделать в начале сентября учебного года, то есть он может зайти на этот сайт дзюдо-73, еще раз повторю, и подчеркнуть для себя всю информацию о нашем виде спорта. Ну, мы вернемся к предстоящим состязаниям. Как мы уже сказали, 23-25 августа в нашем городе пройдут спортивные состязания среди дзюдоистов-ветеранов. Вот немножко подробнее об этом. Где пройдут? Кого приглашаете? Какие мероприятия будут проведены? Наше мероприятие пройдет 24-25 августа в «Фоке новом поколении», улица Шолмова, 22. Вход свободный. Первый день, 24-го, пройдут встречи ребят от 30 до 40 лет. Предварительные встречи будут в 10 часов начинаться, а в 5 официальный блок торжественный и финальные встречи. Спортсмены более старшего возраста, 40 и 66 лет, то бишь Дамир Аварович Сараев, Вальцев, они участвуют 25 августа. Всех ждем, всем хватит места в зале, будет очень интересно. Приедет много спортсменов, которые в прошлом были чемпионами, но, вы знаете, не бывает бывших спортсменов, поэтому всех тянем на татами. Это прежде всего и общение, люди, которые были в сборной команде, где-то на тренировочных мероприятиях, все равно они живут этой жизнью. Поэтому это очень интересно, будет такая аура интересная. Мне, думаю, понравится многим зрителям, кто еще с дзюдо не знаком. Ну, наверное, юные спортсмены, когда с интересом примут участие в этом мероприятии. Да, конечно. Ну, как, если мы не смотрим, как борются мастера, ветераны, как развиваться-то? Они с удовольствием придут, будут смотреть, болеть за нас, я думаю. Хожу, занимаюсь в зале, приходят, они сейчас тоже занимаются, Дядь Дамир, когда, я им говорю, когда, в какой день, во сколько мы будем начинать бороться, и они говорят, мы придем, будем за вас болеть. Не то, что даже дети, а уже даже знакомые, знают многие, и хотят прийти, посмотреть. Хотя, лично для меня, вот это вот, ну, перед своими болельщиками, там, родственниками, там, друзьями, как-то бороться... Очень волнительно. Волнительно. Ответственно, да. Понимаете, что, а вдруг проиграешь, и как-то, получается, ну, они говорят, мы все равно придем. Ну, как все говорят, главное не победа, а участник. Ну, в случае Дэвра Варича, главная победа. Ну что, мы приглашаем всех наших радиослушателей, всех жителей и гостей города и области на эти зрелищные состязания. Ждем вас завтра, 24 августа, начало соревнований в 10 часов. А финальные встречи, торжественные открытия 17.00. Спасибо. Школа. Как много ожиданий, надежд, волнений связывают дети, родители с этим словом. Поступление в школу это начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных разнообразных взаимоотношений со взрослыми и с верстниками. Каждый год 1 сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно усаживаются за парты их родители. Взрослые держат своеобразный экзамен. Именно сейчас за школьным порогом проявят в себя плоды их воспитательных усилий. К новому этапу в жизни ребенка необходимо готовиться заранее. Адаптация к новому распорядку дня, коллективу, правилам, школьным заботам. Как сделать так, чтобы этот период прошел максимально гладко? Давайте разберемся вместе с педагогом-психологом Аллой Молодцовой. Сейчас она с нами на связи. Алла Альбертовна, с чего нужно начинать подготовку ребенка к школе? Начинать нужно с режима дня. Где-то недели за две до начала школьных занятий начинайте поднимать ребенка по утрам чуть раньше, постепенно приближая время подъема к семи часам. И укладывать спать ребенка нужно вовремя. Ранние подъемы никаких телевизоров и компьютеров до полуночи. Затем проверьте готовность к школе. Куплены ли все учебники, школьные формы и канцелярия. Если ребенок уже не первоклассник, то позвольте ему часть покупок сделать самостоятельно, потому что он знает лучше, какие ему тетради, констовары и учебники нужны. День, кстати, тоже стоит заранее распланировать. Обязательно привлеките ребенка к составлению графика, прислушиваясь к его пожеланиям. Определите время для чтения и просмотра любимых передач, для повторения школьного материала и для отдыха. Как можно больше времени отведите для прогулок на свежем воздухе. Как только ребенок начнет учиться, обратите внимание на поведение и самочувствие. Если ребенок становится вялым, раздражительным, невнимательным, плохо спит, мучается головными болями или стал часто простужаться, значит, он мало отдыхает. Нередко родители лишают детей прогулки за плохое поведение, тем самым они наносят вред здоровью ребенка и усугубляют усталость. Алла Альбертовна, предстоят же и домашние задания, и уроки, вот как правильно их учить? Здесь прежде всего не требовать выполнения всех заданий в один присест. После того, как ребенок пришел из школы, ему нужно пообедать, поиграть, погулять, а некоторые дети по привычке, как в детском садике, днем спят. Оптимальное время для выполнения домашнего задания это с 4 до 6 часов вечера. Если ребенок отвлекается, когда делает домашние задания, то мы должны обеспечить его рабочее место таким образом, чтобы на столе, за которым сидит ребенок, не должно быть ничего лишнего, кроме учебника, тетради и ручки по тому предмету, который на данный момент он будет учить. И ничего другого лишнего. Семилетки не могут долго сидеть на одном месте, и уже специалистами доказано, что головной мозг может работать 20 минут интенсивно, поэтому через 20 минут ребенка нужно отправлять на 10-минутный отдых. То есть мы учим уроки в режиме 20-10, 20 минут мы интенсивно учим урок, 10 минут мы отдыхаем. Здесь все и бесполезно, да? Вася, Ваня, ну-ка быстро сел и сиди, не крутись, не вертись. Это какой реакции не приведет положительный? Да, он не может не вертеться уже, потому что пошла фаза утомления, и у него началась вот эта двигательная активность. А во время перерыва он может попить, походить, попрыгать. Нельзя позволить ребенку смотреть телевизор или сидеть за компьютером, так как это тоже напряжение, но не отдых. Затем опять учеба, затем опять перерыв. А бывает так, что ребенок вот, ну, 7 лет ему вроде пора уже в школу. Специалисты считают, что, ну, никак он не готов, пусть годик еще посидит. Есть такое понятие, как психологическая готовность ребенка к школе. Если наступает возраст 7 лет, это не значит, что ребенок готов к школе, потому что психологическая готовность определяется не тем, что ребенок умеет читать или писать. Готовность складывается из нескольких параметров. Физиологическая готовность – это развитие основных функций системы организма ребенка и состояние его здоровья. Часто болеющие, ослабленные дети, даже при наличии высокого уровня развития умственных способностей, как правило, испытывают трудности в самом начале обучения. Следующая готовность – это личностная готовность. То есть готовность ребенка быть учеником, принимать новые правила, иметь определенный круг прав и обязанностей. У ребенка новый статус, готов ли он к этому статусу. Есть мотивационная готовность, то есть когда ребенка привлекает не портфель, учебники, тетради, а возможность получать новые знания. То есть развит ли у ребенка познавательный интерес. Ну вот раньше считалось где-то в 80-е годы прошлого века, что при достижении возраста 7 лет все дети готовы к школе. А сейчас вот вы о чем говорите, это все-таки должен определять специалист? Да, специалист, да, совершенно верно. Есть специальные методики, которые определяют готовность ребенка к школе. И ничего страшного, что, допустим, если ребенок на год позже пойдет, за это время также по рекомендациям специалиста его можно будет подготовить? Да, совершенно верно. Марьяна Михайловна Безруких, которая занимается вопросами первоклассников, она говорит о том, что если у родителей стоит вопрос отдавать ребенка сейчас в школу или подождать, вот она настаивает на том постулате, что лучше позднее, чем раньше. Потому что даже физиологически огромная пропасть стоит между ребенком, которому 6 лет, и ребенок, которому 7 лет. И иногда по биологическому параметру ребенку 7 лет, а по развитию эмоционально-волевой сферы ему где-то 6 или 5 с половиной лет. То есть в любом случае это решает специалист? Специалист. Родителям тоже нужно готовиться к тому, что их ребенок идет в школу. Об этом мы поговорим сегодня вечером в передаче на тему дня. Наш время в эфире подошло к концу. Мира и добра вам, дорогие друзья, желает звук режиссер Александр Филатов и я, журналист Татьяна Лунина. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова